Утро на Болткоме Утро на Болткоме Учила язык, поскольку я приехала с нулевыми знаниями, знаете, даже, в общем-то, какие-то объявления остановок в троллейбусе, в автобусе мне были совершенно непонятны. Ну, это естественно. Да, поэтому какое-то время, ну, пару лет, наверное, я учила язык, и потом, когда я почувствовала себя достаточно уверенно, вот, мне повезло с такой работой. Ну, то есть, да, получается так, что язык вы выучили достаточно хорошо, потому что бухгалтеру надо знать язык на высшую категорию. Ну, да, да, я сдала, естественно, экзамен на высшую категорию. Ну, знаете, я не работала в это время, и изучение языка было моей основной работой. Вот, поэтому тут, собственно, удивляться нечему, но, да, при поступлении на работу язык, разумеется, требовался, и бухгалтер язык должен знать. Но я очень благодарна моим коллегам в ИФ-страховании, что они, в общем-то, были достаточно терпеливы ко мне, да, потому что, несмотря на теоретические знания, у меня был хороший словарный запас, но, вы же понимаете, что… Практика, да, язык – это же практика. Да, язык – это практика, и это совершенно разные вещи. И, в общем-то, сначала, конечно, где-то нужно было немножко потерпеть, где-то нужно было что-то повторить, переспросить, может быть, да. Да, но очень быстро я тоже старалась, адаптировалась, и вот, в общем-то… А до этого вы были связаны как-то с этой международной компанией? Нет. Нет. То есть вы попали в Латвию сразу, через некоторое время попали на ИФ, и вот все это время вы, получается, там работаете. Да, я работаю там. То есть вы уже ветеран довольно долго. В общем-то, да, да, если смотреть по нашим балтийским меркам, где вообще такая, в принципе, у нас принято работу довольно часто менять, то да, я такой уже такой монстр-ветеран. Хорошо, но вот все-таки вы начали с бухгалтерии, сейчас вы работаете с IT-проектами, что это значит? И, скажем так, ну, сильно ли отличается это все? Ну, это совершенно разные сферы. Как так получилось? И, в общем-то, это объясняет, почему я так долго в одной компании работаю. У меня не пропадает интерес, поскольку я все время что-то получаю новое, да, у меня постоянно какая-то новая ответственность. Нет рутины, да, все время? Нет рутины, да, да. Видите, с бухгалтерией я плавно перетекла в руководство проектами, руководство IT-проектами. И сейчас, в общем-то, эта работа, которую я делаю каждый день, она безумно интересная. Руководство IT-проектами, тем более в такой компании, как ИФ, в большой международной компании, где все на уровне. Это такое бесконечное общение с людьми, с разными людьми, да, на разных языках всегда совершенно. У нас в работе постоянно три языка, русский, английский и латышский. Какие-то, ну, знаете, новые технологии. Мы стараемся все время что-то применять такое новое, поскольку конкуренция, ну, как в любой сфере, наверное, очень жестокая. Мы не должны оставать, должны всегда быть впереди. Мы хотим быть на голову выше, чем другие. Да, ну и что у вас такого новенького? Что вообще это значит? Ну, работать с IT-проектами. Да, конечно. Что значит работать с IT-проектами? Ну, это значит быть переводчиком, наверное, если так просто говорить, между IT-людьми, IT-специалистами и остальным бизнесом, да. Под остальным бизнесом я подразумеваю, например, специалистов по страхованию, которые непосредственно полисы издают. А, ну, знаете, такое сленговое слово, айтишники, они очень необычные люди, в общем-то. Многие считают, что они какие-то запутые, да, только общаются с компьютером. А это, в общем-то, никакая не новость, большинство из них действительно очень такие интроверты, и многим из них гораздо комфортнее общаться посредством чатов, например, и, в общем-то, это совершенно нормально, и мы никого не давим, не заставляем говорить вживую. Я думаю, очень часто, что коллеги сидят с соседним столом, но при этом общаются друг с другом в чате. Ну, да, такова специфика. Зато в комнате тишина. Тоже, тоже, кстати, да. Мы, например… Это большое преимущество, да. Иногда хочется тишины. У нас в ИФ, мы находимся на двух разных этажах зданий. Основной бизнес продажи и отделы возмещения на одном, а IT, большая часть IT, на другом. И когда коллеги с того этажа приходят к нам, они говорят, а почему у вас такая тишина? Что вы делаете? А все сидят в наушниках, либо какие-то скайп-конференции, либо что-то. Все работают и, в общем-то, общаются в чатах. Что IT-шники вообще делают в области страхования? Чем они занимаются? Ну, видите, страхование – очень такая широкая и довольно сложная сфера. Во-первых, страхование – это математика, да, математика – это IT. Это и системы, которые регулируют возмещение, да, когда происходят какие-то страховые случаи. Это и системы, которые помогают нашим продавцам выдавать полисы. Это и интернет-системы, в которые люди могут, ну, сами заходить и покупать какие-то полисы. Это и просто расчеты, как нам рассчитать премию для того или иного риска. Очень-очень много нюансов и очень широкие сферы. Кроме того, у нас в Латвии IT-специалисты достаточно высокого уровня, и мы сейчас обслуживаем даже наших скандинавских коллег. Они очень довольны качеством, тем, которые мы можем предоставить. И у нас в Латвии, вот мы гордимся тем, что в Латвии образовался такой так называемый хаб из IT-специалистов, которые обслуживают Данию, Финляндию, Швецию, Норвегию. То же самое они делают, да, не Финляндия, Швеция, что в Латвии или какие-то там специфика какая-то существует? У них свои системы, да, но специфика, в общем, та же самая. Страхование, есть страхование везде, мы все одна группа, у нас, в общем-то, общие цели, поэтому работа очень похожа, нюансы отличаются. Айтишники у вас уже все со стажем, с опытом, или вы берете, допустим, студентов, которые еще учатся? Разные, конечно, все хотят получить с рынка специалисты со стажем, который сядет и сразу начнет программировать так, как надо бизнесу. Но, к сожалению, особенно сейчас, когда такой бум происходит на рынке, IT-специалистов не хватает. И да, мы готовы работать со студентами, ну, или, скажем, со студентами последних курсов, которые уже, в принципе, профессионально чего-то достигли. У нас есть менторские программы, когда к такому начинающему специалисту мы прикрепляем опытного человека, он помогает ему, они делают какие-то общие вещи, они даже бывают такое парное программирование иногда. Вот, то есть, ну да, мы смотрим на молодежь тоже. Ну, вообще сложно найти работника вот IT-профиля для страхования? Там нужны какие-то особенности? Или, в принципе, адаптируются все… Адаптируется любой программист, любой тестировщик. Нет никакой такой специфики, без которой ты не сможешь… Знаете, человек с интеллектом… Не надо специально вот учиться, да? Нет, такого специального страхования в IT… Нет, человек с интеллектом, а, собственно, IT-специалисты, они, как правило, очень интеллектуально развитые люди. Для них занимает буквально, ну, несколько, какое-то там небольшое время, чтобы адаптироваться, понять. Но потом мы не просто кидаем человека сразу в среду, да, у нас… Прошу прощения. Есть программа обучения, где мы рассказываем о страховании непосредственно, да. И есть программа какого-то специального уже обучения, конкретно по тому, какую разработку они ведут, какие цели мы преследуем. То есть, ну, мы не бросаем новых людей. Можете сказать, что вы уже готовитесь к тому, что вообще все вот будет страховой бизнес, такой виртуальный среди? Ну, мы же понимаем, что сейчас вот все вот эти технологии… Ну, так, конечно, никогда не будет, что он полностью будет виртуальный, поскольку есть очень такие нюансы и большие, серьезные риски, которые без человеческого… Чаще всего юридические лица, да, когда у них уже страховаться? Да, как правило, да, это юридические, большие какие-то сделки, такие крупные объекты, тогда, конечно, это все происходит с участием непосредственно интеллекта. Но какие-то простейшие случаи, естественно, мы стараемся это все автоматизировать. Ну да, помни, там, не знаю, отстук, астук. Конечно, но для этого сейчас уже не нужно непосредственно… Белого какой-то большого… Да, да, человек… Да, все это происходит онлайн, и все это происходит. Есть ли какие-то направления, где особенно требуется вот именно IT, ну, имеется в виду в страховании в целом, да, и где-то, может быть, это меньше нужно? Нет, знаете, все, везде все одинаково. Если мы возьмем любую… Одинаково востребовано. Если мы возьмем любой наш отдел, будь то бухгалтерия, например, да, ну куда, бухгалтерия без систем. Это раньше, там, одевали на руках, брали счеты. Ну что, счеты, берешь счеты и начинаешь. Да, но с нашими объемами, с объемами, это уже, ну, мы же понимаем, что время идет вперед, и поэтому все происходит. А сколько вообще у вас работает IT-специалистов? Сколько вот необходимо такому, ну, латвийскому филиалу, допустим, да, международной компании специалистов, чтобы бесперебойно работать, чтобы быть впереди? Ну, поскольку у нас наш IT, мы не покупаем услуги IT со стороны, да, у нас полностью внутренняя разработка. В Балтии у нас более ста специалистов, примерно столько же, чуть меньше специалистов, которые обслуживают скандинавские страны. И это число постоянно… В Балтии, вы имеете в виду, это и Латвия, и Литва, и Штаты? Да, поскольку мы объединенные, ИФ объединенная компания, у нас балтийский, все отделы балтизированы, если можно так сказать, да, поэтому… Но они находятся во всех же странах офисы, да? Они находятся в разных местах, да. Они находятся в разных местах. Не знаю, что все в Риге сконцентрированы. Нет-нет-нет, конечно, есть специалисты, которые находятся в Эстонии, и при этом они также могут обслуживать коллег в Латвии. Да, мы совершенно такие безграничные. А чувствуется какое-то эстонское превосходство в этом вопросе, потому что, ну, Эстонию всегда хвалят за отрасль электронных услуг? Да, отрасль Э на уровне государства. Вообще, надо признать, что действительно они впереди. Но что касается именно IT, так случилось, что этот хаб образовался именно в Риге, возможно, потому что в Эстонии не было достаточного количества специалистов, возможно. А там проблемы с этим? Ну, возможно, у них, как я думаю, может быть, у них есть ближе, в Финляндии, опять же, да, где можно найти работу. Скажем, там найти, а эти специалисты сложнее. Просто приходилось слышать неоднократно, да, и сталкиваться с тем, что, в принципе, в Эстонии все, в принципе, уже виртуализировано практически. Они молодцы, да. Которые требуют у нас там длительного хождения по инстанциям, там или там перезванивания, даже там муторного, там с какими-то госструктурами. Там все это делается в течение минут. Это государственные условия. На уровне государства они действительно очень-очень продвинулись, и они постоянно что-то придумывают новое. Что касается страхования, я бы сказала, что мы в ИВ одинаково продвинуты как в Эстонии, так и в Латвии. Тут мы не можем сказать, что, скажем, наши эстонские коллеги в чем-то нас превосходят. Да, но вот если говорить о Балтии и связи со скандинавскими странами, там существует какой-то обмен, допустим, специалистами? Конечно, регулярные какие-то, может быть, практики. Во-первых, мы постоянно общаемся, у нас какие-то новые технологии, если они там что-то себе присмотрели в Скандинавии, они делятся с нашими ребятами, что предлагают попробовать. Очень часто мы являемся пионерами, кстати говоря, и какие-то технологии используем первые, и потом с ними делимся опытом. То есть здесь мы очень чувствуем, что совершенно нет такого, что Скандинавия, наверное, старший брат, а мы здесь такие, в общем-то, только еще учимся и развиваемся. Что касается IT-отдела, нет, мы очень на уровне. Можно сказать, что вообще вот у нас этих технологий вообще одни из лучших таких на международной арене, да, в Латвии? Во всяком случае, совершенно точно не отстают. Я не могу сказать за все, в целом, да, я говорю непосредственно об истраховании. Но хватает у вас специалистов? Нет такого, что люди уезжают? Но уезжают? Нет. А IT-специалисты от нас не уезжают. Ну и уезжать не надо, они могут, скажем так, виртуально сотрудничать. Нет, ну, кто-то, может быть, и вообще кто-то ищет работу за рубежом, но у нас в IT-отделе даже текучка очень много, нижайшая, потому что, в общем-то, у нас очень комфортно, люди все профессионалы очень уважают друг друга. Комфортные условия работы, и работа интересная. Тем не менее, вот к тому, с чего мы начали. Так, интересно, все-таки, в 99-м году приехали. Вы приехали не просто из какого-нибудь города российского, а все-таки из Москвы, из Мегасолиса. Ну, все-таки, да. Да, и сначала, сейчас вы уже привыкли к тому, что все-таки ритм жизни несколько иной? Или вы не чувствуете это? Я чувствую, особенно, когда я переезжаю в Москву. Тогда я чувствую... Бываете, да? Ну, конечно, у меня все мои родные живут, да. И тогда я чувствую, мне кажется, что они совершенно сумасшедшие все. Куда они все несутся? Они постоянно рассчитывают, сколько времени они проведут в дороге, передвигаясь из пункта. И это большая часть рабочего времени в дороге. Это огромная часть. Мы, например, имеем, знаете, такой роскошь, просто выехать и доехать. А там, чтобы выехать и доехать, они сначала открывают Яндекс, смотрят, сколько там, где какие пробки, как ехать, сколько времени займет. То есть, это целая логистика, да. Совершенно другой ритм жизни. Ну, иногда здесь можно больше сделать и на работе, да. Конечно. Когда вы по два часа туда и обратно не теряете. И потом, знаете, суета, она продуктивность ни в коем случае не увеличивает. Я бы сказала наоборот. Наоборот. Мне кажется, что у нас здесь очень-очень комфортно. И мои родственники, когда приезжают сюда, к нам в гости, они говорят, ну как у вас тут в Риге? Отдыхают. Хорошо, спокойно, комфортно. Ну что, спасибо. У нас в гостях сегодня была Анна Пипкевич, руководитель IT-проектов в отделе развития бизнеса в страховании ИВ. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего хорошего.